Здравствуйте! Следующая мишна говорит, вторая мишна Аллаха, 4 глава. Опять мы говорим, что в Израиле фрукты нельзя есть без отделения десятины, поэтому нужно отделить, а что если, говорит мишна, дети взяли и перед шабатом спрятали инжир, собрали и спрятали инжир, и их папа забыл отделить десятину. Когда шабат закончится, не имеет права этот инжир есть, пока десятину не отделят. Теперь в шабат сто процентов не имеет права есть, потому что в шабат десятину отделять нельзя, поэтому папа сначала должен отделить десятину после шабата, и потом он имеет права это есть. Есть корзина, в которую собрали этот инжир для шабата. Бет-Шамай говорит, пока шабат не наступил, десятину отделять не должен, но Бет-Хилель говорит, ты собрал это для шабата, сам шабат это 1 из 6 действий, как мы сказали. Когда это ковея, то есть уже нужно отделить десятину перед едой, и так как Бет-Хилель говорит, это было сделано для шабата, уже важность там присутствует, нужно отделить десятину еще даже в течение недели. Раби-Уда говорит, даже человек, который взял корзинку и собрал туда инжир для того, чтобы послать подарок своему другу, не имеет права оттуда есть, даже перекусить, пока не отделить десятину. То есть то, что он решил, это послать как подарок, сам подарок является чем-то важным и должен отделить десятину. Человек, который взял оливки из Амит-Ан, что это? Это там, где оставляли эти оливки, чтобы они разогрелись, чтобы они стали мягче, для того, чтобы их прессовать. Человек проходил мимо, или там находится, и он взял туда кучу хапок оливок. Имеет право один за другим по одному оливке окунать в соль и есть, это называется Ахилат-Арай, это как снег, закуска, перекуска, и малах, и натан, лефанам, хайяр. Но если он все эти оливки посолил сначала сразу, и поставил перед собой, и собирается их есть, сначала должен будет отделить десятину. Дальше. Раби-Уда разделяет. Он говорит так. Если сам человек, который взял эти оливки из этого места, где их оставили, чтобы они стали мягче и разогрелись, этот человек, он взял, он сам там не чистый, то тогда он, а оливки они чистые, то тогда он должен сначала отделить десятину, и потом имеет право есть. Почему? Так как он таме, когда он взял эти оливки, они тоже стали таме, и лишние оливки он не может обратно положить туда, потому что там чистые оливки. Поэтому он сначала должен отделить десятину, и потом имеет право есть. Но если он сам не чистый, и оливки тоже находятся в таме месте, где нечистые тоже, он освобожден от деления десятины, пока может немного один за другим этим оливком перекусить до отделения десятин. Почему? Потому что если он не съест эти все оливки, и захочет вернуть обратно, имеет право, он сам не чистый. Оливки были не чистые, имеет право вернуться. Дальше. Человек у него есть там, где делают вино, прессуют виноград, он хочет там выпить, проходит мимо, или это его, он хочет защипнуть из бассейна стаканом бокал вина, имеет право выпить до отделения десятин или нет. Что? Человек, который из этого бассейна имеет право защипнуть стакан и выпить. Теперь вино тогда было очень крепким. И что его разбавляли? Он говорит, неважно, как ты его разбавил, горячей водой или холодной водой от отделения десятин. Интересно, что одна из причин, что во время Берката Амазона мы добавляем воду, это потому что мы показываем, что вино Арицисраэль, оно было очень крепким. Его мы, когда разбавляем, когда мы благодарим Всевышнего Берката Амазона за землю Израиля. За Брит, за Турай, за Арицисраэль. Теперь Рабилазар, Бер, Бер, Садок, Михаил. Но Рабилазар, Бер, Садок говорит, нет, ты не можешь пить у этого бассейна. Теперь, когда Мишна объяснит, как ты пьешь в этом бассейне, когда большая часть твоего тела над этим бассейном вина, над этой ямой вина. Рабилазар, Бер, Садок говорит, нет, мы опасаемся, что он уйдет в сторону. И там допьет это вино, и поэтому сначала должен будет отделить десятину. Хахамим же разделяет по-другому. Если, говорит, ты вино разбавил горячей водой, то тогда ты сначала должен отделить десятину. Почему? Потому что это теплое вино уже ты обратно не нальешь, если у тебя осталось лишнее. Теплой водой тоже разбавляет, да. Поэтому, он говорит, ты его обратно не нальешь, потому что все вино, которое там есть, испортится. Но если ты разбавил это вино холодной водой, то тогда ты выпил, и что-то осталось. Так как ты имеешь право вылить его обратно, ты еще отделять десятину не должен, можешь выпить, не отделяя десятину. Это Мишна. Гмара объясняет нашу Мишну и говорит так, что мы сказали, что дети собрали инжир для шабата. И уже должны отделять десятину. Раба муна говорит такой закон. Человек, который взял и покрыл корзинку, мы сказали, что одно из действий, которое показывает, что обработка этих фруктов, инжира закончена, это то, что корзинку наполнили и покрыли ее. Теперь мы сказали, это зависит от того, куда же я хочу эту корзинку нести. На рынок или домой. Теперь дети собрали корзинку инжир и закрыли эту корзинку, покрыли ее, показав тем, что мы закончили собирать, и для того, чтобы принести ее на рынок. Говорит Раби Равануна, все, несмотря на то, что это сделали дети, а не взрослый человек, теперь у детей разумения нет. Все равно он говорит, что уже нужно отделять десятину. Он говорит такое правило, что там, где мысли человека исполняются, там действия ребенка исполняются. Что значит мысли? Человек, когда уже должен отделить десятину, когда он в голове решил, он собрал инжир и говорит, все, больше я собирать не буду, все, что мне нужно было собрать, я собрал. Теперь этой своей мыслью он обязал себя отделять десятину. Почему? Потому что он взрослый человек, и он может решить, но дети так решить не могут. Даже они решили, их мысли недостаточно. Нужно для детей действие, чтобы то, что они подумали, имело силу, нужно действие. Поэтому здесь говорит, что то, что человек взрослый думает в голове, если ребенок это сделал, как они взяли и закрыли эту корзинку, все, уже это стало, тевель нужно отделить десятину. Он спрашивает, мара, 4 или 2 страница. Как ты говоришь, что мысль человека взрослого, она уже действует. Она не действует, даже если он решил, пока он не принесет это на рынок, корзину, он решил, что я уже все собрал, что нужно было собрать, и хотел отнести на рынок. Но пока он на его на рынок не принес, еще десятину отделять не должен, потому что, может быть, он передумает и отнесет домой. И должен будет отделить десятину только, когда принесет домой по дороге, имеет право перекусить. Поэтому он говорит, что недостаточно, что этот ребенок закрыл эту корзинку. Его действие не имеет сил, пока он не принесет их на рынок и не откроет там. Поэтому говорит, мара объясняет. Говорит, Матнита Лига Аль Равануна. Вроде бы, наша Мишна не согласна с Равануна, которая говорит, что нужно действие закончить для детей. Что сказала наша Мишна? Дети, которые спрятали инжир для шаббата. Теперь что? Это для них были сегодняшние конфетки, шоколадки, у них был этот инжир. Они спрятали его для шаббата. И забыли отделить десятину. Моцей шаббат не имеет права есть этот инжир. Шаббат не имеет права 100%, как мы сказали, потому что отделять десятину шаббат нельзя. А после выхода шаббата сначала должны отделить, и только потом имеют право есть. Что мы видим? Что одна мысль этих детей была достаточно, и не было действия, которое должно было укрепить. Они всего лишь собрали этот инжир для шаббата, у них была мысль для шаббата. Отвечает Раби Зеира. Интересно, что Раби Зеира обычно спорил с Равануна, он теперь его защищает. Когда они собрали этот инжир, они его собрали прямо-прямо перед заходом шаббата. Уже солнце садится, они собрали прямо перед шаббатом. И здесь, что мы видим, что их действие подтвердило их мысли, что они собрали это именно для шаббата. А когда собрали для шаббата, мы сказали, шаббат, он закрепляет статус Тевель, и сначала должен отделить десятину. Я говорю, Мара, окей, прошел вопрос, что наша мечта не идет против Раби Йо Ханана, она не спорит с Раби Йо Хананом. Кто сказал Раби Йо Хананом? Мы с вами учили. Раби Йо Хананомат, а шаббат Тувелет. Шаббат делает урожай Тевель, ты сначала должен отделить десятину. Когда? У него был спор, что же таки, что же, то, что я собрал для шаббата, сейчас еще вторник. Не имею права, есть, со вторника до шаббата, пока не отделил десятину. Так считает Раби Йо Хананом. Митне, шел лактум ли шаббат, потому что ты собрал их для шаббата. А, им лактум шелоли шаббат, но если он собрал это не для шаббата, то тогда еще отделять десятину я не должен. Поэтому, когда думала, Раби Йо Хананомат, а Раби Йо Хананомат теперь отвечает за Равамону, со слов Равамону. Афилу ликтум ли шаббат, даже если он собрал их для шаббата, в понедельник, вторник собрал их для шаббата. Он имеет право есть их, перекусить с ними до шаббата. Что наша Мишна хочет сказать? Что он не должен отделять дистину до наступления шаббата. Но если он собрал это даже не для шаббата, когда он собрал, уже должен отделить дистину. Теперь, говорит Мород Аши так. Наши Мишна не спорят с мнением Раби Шимон Бен Лакиш. Радошем сегодня, в Вавилонском Талмуде, мы тоже пройдем историю, как они познакомились с Раби Йоханом и Лакиш. Баба Мецея дав педаль, 84-й лист. Что Раби Йоханан говорит, что если человек собрал, этот деньжир не для шаббата. Даже шаббат наступил, шаббат не заставляет меня отделить дистину. А здесь что? Дети собрали для шаббата. Ну и что? Они всего лишь дети. И даже они собрали это для шаббата, так как у них статус не взрослых, все равно собрали не для шаббата. Раби Йоханан отвечает тоже так же, как можем ответить, что дети собрали этот деньжир прямо перед заходом солнца, прямо перед началом шаббата. Их действие подтвердило их мысли, поэтому, как мы сказали, Мишна сказала, что даже в муце шаббата, пока не отделят дистину, не имеют право есть этот урожай. Амин и Амин.